Продолжение следует... Продолжение следует... И я думаю, что обычно это достаточно хорошо просматривается, и наши люди умеют делать выводы. Ложная информация всколыхнула и жители столичных Нымэ и Ласнэмэ. Так появились недостоверные сведения, что в некоторых частях этих районов вырастут цены на вывоз отходов. Но вице-мэр Таллина Каля Клантор заверил, что никаких изменений в ценах не будет. Официальным перевозчиком останется фирма БВМ, но реальную работу выполняет городской субподрядчик Таллиннский центр вторичного использования отходов. И после недавних проблем с вывозом мусора вся эта деятельность взята под жесткий контроль. Так что, по словам вице-мэра, вывозом мусора занимается заслуживающее доверие и контролируемое предприятие, которое справляется с работой при умеющихся ценах. Так, по мнению Кланторфа, перед выборами эксплуатируются болезненные темы, и сыграть на мусорных струнах кое-кому кажется привлекательным. Так как они пришли на рынок где-то весной этого года, они уже посчитали, какие деньги им нужны, что этот мусор вывозьте, и мы не должны, и не надо им поднимать цены. Так что БВМ не получила разрешение на поднятие цен. Так что цены в Нымме и в Лазнаме остаются такими же, как они были. Именно в тех местах, которые вывозит Таллинн и Атматы Даскутский искус. Более того, на прошедшей вчера пресс-конференции Эдгара Сависа ровнимание журналистов привлек таинственный список имен, которые не очень старательно пытались спрятать помощники политика. Список содержит примерно 12 известных журналистов, политиков и общественных деятелей. И принципы включения в загадочный документ неясен, но стал поводом для слухов и кривотолков. Так, в список попал социал-демократ Райнер Вакро, реформист Тим Калас, бывший кандидат в президенты Алла Риггс, а вот имя депутата Ригги Когу от партии «Реформ» Дениса Бородича почему-то вычеркнуто из списка. С какой целью был составлен этот таинственный перечень, пока не ясно. Но, по мнению многих, хотя он как бы случайно стал достоянием общественности, сделано это могло быть сознательно, ради привлечения внимания. Так что избирателям, видимо, нужно больше следить за реальными делами тех или иных партий и политиков, а не питаться непроверенными слухами.